Визор C3 это беспроводные ТВС наушники с сенсорным управлением и поддержкой кодека aptX. Сейчас подробно расскажу о новой модели и поделюсь своими впечатлениями. Забегая наперед, если перейдете по ссылке в описании, вас однозначно удивит их привлекательная цена. И те, кто уже знаком с производителем Визор, не забывайте поставить лайк. Корпус наушников собран из матового пластика с soft-touch покрытием, который может слегка собирать на себе отпечатки. Черно-серый цвет был выбран основным и единственным, как самый практичный и универсальный. Датчики сенсорного управления внедрили в оба уха. Старт-стоп, переключение треков, а вот громкость регулируется только со смартфона. Любители фирменных приложений в этот раз обошлись стороной. На самом деле 50% стоимости наушников обычно это и есть плата за фирменное приложение и дополнительные функции, которыми львиная часть слушателей музыки не пользуется. Итак, ТВС, то есть True Wireless Stereo, это беспроводные наушники с зарядным кейсом. В комплекте также набор силиконовых амбушюр разных размеров, документация и USB кабель для подзарядки. Подобного типа наушники удобны, а кому-то наоборот могут чутка давить. В моем случае C3 сидят в ушах комфортно. Их корпус меньше, чем у других производителей, большинству пользователей будут в самый раз. Они легкие, их вес не ощущается. А дополнительные амбушюры подобрать по размеру не помешает. Кстати, в наших аудиосалонах SoundMac перед покупкой в спокойной атмосфере вы можете послушать любые наушники. Автономность наушников таит в себе до 6 часов музыки, слушая на средней громкости. Если привыкли наваливать громкость выше, то получите 5-5,5 часов прослушивания. Встроенный аккумулятор кейса таит в себе еще 20 часов музыки. Короче говоря, в общем, Wizzar C3 обеспечит вам 5 полных циклов. Кейс заряжается посредством кабеля microUSB. Хотелось бы, конечно, Type-C, но не в этот раз. Зарядный футляр, кстати, из такого же материала, что и наушники. Он бюджетный, простоват, крышка при открывании хлипковата. Звучание наушников построено на 10-мм драйверах. Мощные магниты получили громкое маркетинговое название Quasi-Tesla с заметным звуковым тюнингом. Главное достоинство C3 – общий баланс в звучании. Они звучат удивительно ровно, чего не приходится ждать в этой ценовой категории и часто не встретишь в наушниках подороже. Басы звучат тепло, мягко и раскатисто. Низкие частоты выделяются своей энергичностью. Середина преподнесена слитно, мелодично и весомо. Вокал звучит мягко и натурально. Высокие отрабатывают с яркостью, при этом без негативных сибилянтов. Как для ценового диапазона в районе 50 американских долларов, стереокартина в меру масштабная. К звуку в целом не подкопаешься. Есть и встроенная гарнитура. Работает адекватно как на прием, так и на передачу речи. Визер C3 построен на беспроводном модуле Bluetooth 5 версии с поддержкой кодека A5TX. Нагрузку добавили AAC от Apple. За такую цену это, откровенно говоря, находка для меломана. Порадовали сторонников слушать музыку в самых суровых условиях. А именно защита от влаги по стандарту IPX5. Смело можно использовать во время дождя и на пробежках. У инженеров Визер получились удобные ТВС наушники со звучанием, способным удивить даже отпетого меломана. Bluetooth 5 версии, набор аудиофильских кодеков и защита от влаги. Порядочная как для ТВС модели автономность в 25 часов музыки. Наушники Визер в очередной раз показали проработанный ровный натуральный звук, за который не стыдно. И все это за смешные деньги. Здесь главное не забывать, что звук дело индивидуальное. И напомню, что послушать любые наушники перед покупкой вы можете в наших аудиосалонах SoundMac в Киеве, Днепре и Одессе. У Визер получились беспроводные ТВС наушники, звучанием способные удивить даже отпетого меломана.